Потом у нас идет бал, правильно? Мы представляем всех гостей, собираем с них деньги, хлопаем. Режиссер раздает последнее напутствие перед репетицией постановки, пожалуй, самого мистического романа Михаила Афанасьевича. Артисты первой студии, пусть не профессиональные, но уже давно полюбившиеся березняковской публике, за несколько месяцев прошли трудный путь постижения романа о дьяволе. Известно, что именно так изначально назывался «Мастер и Маргарита». Пропал Ершалоил, великий город, как будто и не существовал на свете. Артист БДТ Евгений Любицкий сам сочинил инсценировку, переработав черновики писателя. Его версия спектакля представляет лишь фрагмент произведения. Зритель попадет на известный бал в нехорошей квартире. Причем, благодаря элементам иммерсивности, то есть эффекта присутствия, погружение в атмосферу обещает быть полным. Это фарт. А фарт – самая упрямая в мире вещь. Вы уходите в небытие. Здоровья, господа! Маргарита, а именно так назван спектакль, единственный живой персонаж в постановке. Она скидывает с себя все оковы, что мешали ей не только жить, но и дышать. И становится легкой, парящей в буквальном смысле. Вместе с тем мы видим ее стремление к справедливости и равновесию. В этом спектакле в образе Маргариты предстанет постоянный студенец Юлия Дрозд. Мне сначала показалось, что она сама не знает, какая она. И поэтому мне было сложно работать с этим персонажем. Но в процессе репетиций все проходит через тебя. И открываются какие-то внутренние боли, так скажем, которые сидят очень долго внутри. Благодаря Маргарите я, наоборот, избавляюсь от каких-то своих внутренних, так скажем, демонов. Выпускаю их на свободу, и они перестают быть моими. Спектакль Маргарита – уже не первая постановка Евгения Любицкого по творчеству Булгакова. Евгений постоянно возвращается к его произведениям. Ну, это давняя мечта Булгаков. Это наше все, я бы так сказал. Здесь нет такой задачи чем-то поразить, может быть, хотя мы и пытаемся это делать, зрителя. В большей степени создать драматическую историю. Единственное, что могу приоткрыть карты и сказать, что у нас нет мастера. Именно драматическая история, связанная с линией Маргариты, с ее переживаниями. И сценировка мной составлена, но мы очень много вместе импровизировали с ребятами, и я думаю, что это все равно совместный какой-то проект. Удивить зрителя все-таки получится. Например, бегемот – не черный кот, а белая кошка. И если театр начинается с вешалки, то 16 мая спектакль начнется с лестницы. Еще добавим, что несмотря на студии с постановки, будет абсолютно профессиональный звук и свет. Сергей Стерхов, Кирилл Яранцев. Наши новости. Детящая остановка под яршим кружит.